МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После этого у нас будет организована дискуссия. Работа нашей секции до обеда завершится в 12.30. После этого мы перемещаемся на обед в столовую и после этого продолжаем работу нашей секции. Если у кого-то не достает программы, материалы будут также во время работы секции возгнаны дополнительно. Я предоставляю слово Софи Абдельмаджида, представляющего Тунис. Это президент Тунисской академии искусств и литературы. Хазара Тунисской академии искусств и литературы. Это президент Тунисской академии искусств и литературы. Это президент Тунисской академии искусств и литературы. Меня попросили говорить на тему, о которой уже много сказано, и существует много мнений. Это связь с религией государства в странах Рижнего Москва. Все страны Ближнего Востока находятся на разном уровне общественного, экономического и политического развития. Несмотря на их культурное единство, невозможно найти то правило, которое применялось только всем из этих стран. По примеру, модернизация в таких странах как Тунис началась уже в начале 19 века. В этом году мы занимаемся в начале 19 в 1846 году. В этом году мы занимаемся в начале 19 в 1841 году. Продолжение следует... 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 В последнее время, когда были украшены в стране, когда были украшены европы и в стране, особенно в Бритоинске и фирме, Продолжение следует... 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 И поэтому на таких пограничных областях, то есть на периферии религиозной сферы, начали образовываться новые движения. И вот эти движения начали использовать религию на службе национального самосознания. Например, в рамках Алиаскара возникла организация «Братья мусульмане» в Египте в 1928 году, и это очень яркий пример такому явлению. Спасибо за просмотр! Продолжение следует... И братья-мусульмане представляли собой такой фонд противодействия и отвержения навязанным британцами мандатов. И поэтому можно сказать, что несмотря на все эти организации, радикальные или нерадикальные, все представляли собой вот это отвержение, и именно поэтому религия стала играть в них совершенно другую роль. И поэтому нам нужно понять не только историю этих организаций и их структуру, но и причины, по которым религия стала использоваться ради политических и общественных национальных целей. Я хочу восстановиться на наиболее важных и значимых, по моему мнению, причинах. Продолжение следует... 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 В первую очередь я хотела отметить модернизацию. Несмотря на то, что я уже отметила модернизация существовала в некоторых странах, она была неполной. А именно модернизация не проводилась в двух основных областях. Политика, то есть не было движения к демократическому устрою, а власть осуществлялась как и прежде в предыдущей исторической эпохе. И экономика, поскольку модернизация проходила только в очень малых областях. Освобие, второе, в том числе, в том числе, В том числе, что в истории иссламов не знали, что действие индивидуальное действие, индивидуальное действие. Как случилось, например, в тареках католики, когда началась ракета эстетика, и также, большинство из динамики не было представлено в истории исламики, Во-вторых, я хотела бы отметить тот факт, что исламская мысль не переживала обновления, как, например, происходило в истории католической церкви, когда появилось движение протестантов. Затем я считаю, что эта мысль не обновлялась еще потому, что ее основой в то время стала идея сопротивления. Время, когда мысль не обновляли, что мысль не обновляли, что мысль не обновляли. И, в конце концов, мысль не обновляли, что мысль не обновляли. И, в конце концов, мысль не обновляли. И, в конце концов, мысль не обновляли, что мысль не обновляли. Мысль не обновляли, что мысль не обновляли, что мысль не обновляли. В 1967 году была война, которая повлияла на увеличение роли религии во всех арабских странах, поскольку политическая сфера начала переживать ризис. И, в конце концов, проявления во всех арабских странах, это является, связанной верхней разной стрип, в тех остальных странах, Продолжение следует... 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 И здесь есть основа для нас о том, что существует о том, что существуют и светские законы, и, по сути, это примерно так же, как и было раньше. Что религиозные деятели не вмешиваются в обыкновенную обычную жизнь, но в то же время существуют и проблемы, однако все движется к существованию более основных светских законов. И вот это были все основные черты развития арабских государств и их связи с религией. И здесь я заканчиваю. Если вы хотели получить какие-либо пояснения, то мы можем все отсутить. Услово предоставляется господину Тураджо Атабаки, Амстердам, Нидерланды, ведущий научный сотрудник Международного института общественной истории Прикоролевской академии наук, президент Международной ассоциации и реалистов. Прикоролевская академия Продолжение следует... 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 This is especially true in a modern environment, and you can see it in everyday life, especially in the most conservative Muslim societies. And even beyond the Muslim societies, even in diaspora living in Europe, Muslim diaspora living in Europe. Somehow, there are roughly 25 million non-European living in Europe, and this is a large diaspora community in Europe, and they have their own understanding of Islam. As a result of this global approach to Islam, a number of Muslim try to somehow accommodate an understanding, a dogmatic understanding of Islam, and a practicing modern Islam in every country. For example, if I want to give you a traditional Muslim society as an Egypt, dogmatism has been a reaction to modernity. And modernity in these countries, like Egypt, somehow correlated with colonialism. So when the colonialism was criticized, along with critic of colonialism, modernity was colonialism. So a sort of nativism was born. Back to the roots. Let's be Egyptian. Who wrote our constitutions? This is even debate in Turkey today, in a debate in Turkey of Erdogan today. Who wrote our constitutions? Our constitution is crafted and shaped by the Belgian constitution. There's nothing to do with Erdogan, nothing to do with Islam. So this is something that you find in these societies. Modernity and modernization somehow became relevant or equal to colonialization. So if you push colonialization, you push modernity to some extent. Back to the roots. So here you have a source of crafting a new identity for the Muslims in global age. You want to have internet. You want to have a mobile telephone. You have to want, I mean, to do every, every aspect of the modern society. But you have got your perception of Islam is very dogmatic. And there's no tolerance on that. So this is a dilemma. This is a dilemma facing these societies or individuals living in Europe. Let me to go for the second issue that I want to touch. And Islam and democracy. What is understanding of Islam and democracy in Europe? This is what I'm presenting to you is a EU's European Union understanding of Islam. It's not individual. I add my individual understanding later. And according to this debate we have in Europe, secularism is a prerequisites of democracy. If you want to have democracy. We debate about the separation of church and state. Not necessarily politics. Church and state. And there's a debate. Is it really possible in Islam to go for separation of religion and state? If I give you an example. If I give you an example, some of you are familiar with a scholar like Bernard Lewis. His argument is that no, it's not possible because in Islam we lost or we never had, not lost, in Islam we never had 340 years of Christianity. Because before Christianity. Because before Christianity becoming the dominant religion of the Roman Empire, Christians have their own rule, it's called canon law. And Islam we didn't have a canon law. Christianity accepted the law of Roman Empire after Constantine. So since we didn't have a consenting. So since we didn't have consenting in Islam, since from the early birth of Islam, Sharia was canon law and Orphi law, the or the practical law, we are not comparable. This is not a, there is no space for separation of the church and state. Or politics and state. Or politics and state. This is one argument. You might have your critic about Bernard Lewis. I have. But this is a dominant argument in Europe. Supported by people like Bernard Lewis. Okay? So there is no way to accommodate democracy in Islam. Okay? This is one trend. But there is another trend, is that Islam, like every, every religion, is tolerant, is possible to accommodate changes. It mentions, for example, if you go to the 19th century. Slavery, abolished in Islamic countries. Equality, gender equality, abolished in many countries. The difference between believers, Muslims and non-Muslims, abolished in many countries. And you can give examples. And you can give examples. The practicing of changes in Islamic society. So there is a counter Bernard Lewis argument in Europe. So I give you two directions, two dimensions of what's happening in Europe. So, so we have here. So we have here, a source of legal or, legal Islam, legal understanding of Islam of today. And a theological set of rules and regulations. This is happening in many, many countries. In Islamic countries, even individuals. You know, if I can give you an example of individuals, I can give you an example of individuals. I can give you an example of Islamic Dayash Koran in Europe. You know, you have a young girl, or a young boy. You get up in the morning, you go to your office, you shake hands with your colleagues, lady, or man. No problem. You sit with them, you drink alcohol, you don't drink alcohol, no problem. You tolerate them. And then you practice everyday politics of secular society. But go back home, you've got your own private Islam. This is a dilemma that we have. And this dilemma, some European scholars, they just say that we are witnessing the birth of a new Islam called European Islam. How to be Muslim in a non-Muslim society. This is another debate. Going out in these countries. And then, talking about radical Islam, the third issue I want to talk about is radical Islam. Radical Islam is, my colleague, if you correctly, Professor Shah, I refer to what's happening in the 1950s and 60s. Crisis of nationalism. Crisis of Arab socialism. Crisis of Arab communist parties. This is creating a vacuum. Created a vacuum for a birth of a new ideology. Our ideology should come to go for social justice, nationalism, or a combination of an issue. This is something that we have in the East region. So, to a large extent, the radical Islam that you have in different upshoots, the radical Islam today is the result of the failure of the different political trends of the 60s. Nationalism, nationalism, Nasserism, Arab fascism, communism, Arab communism, I'm talking about the Arab countries' communist parties, which collaborated with the President's regime. And this is, in the middle of the Cold War, they failed to react to what the masses of these countries badly needed. And this is, in the middle of the United States, democracy, and participation in social and political laws. This is something that, in a radical Islam, to a large extent, benefits from the failure of other non-successful religion. So, if you haven't read, I mean, as a scholar, as a reader of the manifesto of Al-Qaeda or other groups, I mean, when I read them in their manifesto, I realize that the political discourse they have is a very, very simplistic version and the understanding of Islam. And to a large extent, based on some statistics that the European Union provided, some 82% of those who are now pioneers of Islamic radical in the Middle East are coming from non-Islamic studies background. Who are now, I mean, leading figures of Islam, radical Islam movement, mostly those who are educated in technical schools. So, this is something I want to. Let me conclude that. Then I, if there is a time, I'll give you examples about cases, for example, Egypt of the 19th century, 18th century, Iran of the Revolution, 1979, or what we call it, Arab Spring. I come to this if there is a time to debate with you, but something that I want to say that to me, in a short presentation, I try to give you something, a debate, a state of odds. Today, in Europe, talking about Islam, talking about radical Islam, and the way the dilemma of Islamic societies are facing. To the very, very end of my talk, I want to say that all the different approaches in Europe is shared one common denominator. The common denominator brings all trends of society is that let's avoid essentialism. Middle East is more diverse than we think, and Islam is more diverse than we perceive. Thank you. Thank you very much. Спасибо большое организаторам конференции за возможность принять участие в ней. И третий рабочий этап конференции, русский здесь еще не звучал, сейчас будет звучать. Мне кажется, что у нас есть большая проблема со словами. Мы говорим о религии государства на Ближнем Востоке, мы говорим о светскости, мы говорим о модернизации и модернити или модерности, мы говорим о радикализме. И на самом деле нет ни одного из этих терминов, который был бы однозначным или хотя бы приблизительно понятен. Мы очень быстро начинаем спорить о словах. И мне кажется, это очень честная проблема. Вот вы знаете, этим летом было попытка, было обращение в Конституционный суд Российской Федерации со стороны депутата Государственной Думы с просьбой дать разъяснение положению о светскости прописанного в Конституции Российской Федерации. По крайней мере, это обсуждалось, хотя хода этого обращения не получила. У нас есть явные проблемы со светскостью, с тем, что все менее понятно становится, что это такое. Есть такой общий тезис. Религия возвращается. Вот куда ни посмотришь, везде стало общим местом, об этом все время говорят. И говорят про это, когда мы говорим про Ближний Восток, еще скрывать, говорят мы про это, когда говорят про Россию, в другую государство, в том числе западного мира. В недавно опубликованном докладе Юрий Зависович-центра по религиозности в Центральной и Восточной Европе, практически единственная страна, в которой остается не религиозной, это Чехия, в которой всегда и славилась своим развитым атеизмом. Вопрос. Может быть, что религия возвращается. Часто говорят о десекуляризации или говорят о постсекуляризации, постсекуляризма. Я напомню, что в свое время самую идею постсекуляризма выдвинул Хабермас после терактов 11 сентября. И тогда он говорил о постсекуляризме как ответе на религиозный терроризм и религиозный экстремизм. И если сегодня писали какой-то текст, посвященный постсекуляризму, мы везде встретим эту идею того, что есть некий исламистский вызов, радикальный вызов, и есть постсекулярный ответ западного мира. Об этом пишут звания, гадежи. Вопрос, который у меня возникает, и с этим заключается вот в чем. Если постсекуляризм – это ответ на некий исламистский, не исламский, а не исламистский вызов, то является ли, во-первых, постсекуляризм так же, как секуляризм глобальным явлением, и должен ли он затрагивать Ближний Восток, если он является глобальным явлением? Ну и второй вопрос, почему, когда мы говорим о Западе, то мы говорим об обществе, когда мы говорим об исламе, мы говорим об исламе как не как о людях, как о неком феномене, который может, видать, вызовы, ответить к этому. Мне кажется, такой вопрос, который я хочу задать, вот говоря о религии и государстве на Ближнем Востоке, состоит в чем? Можно ли сказать, что возвращение религии и очевидная совершенно актуализация вот этого религиозного дискурса в последние десятилетия, особенно после 2011 года, это элемент вот этого постсекуляризма, и если так, то что это значит? Я хотел бы напомнить, что когда мы говорим про саму антитезу, про антитезу, сначала вообще про светскость или секуляризм на Ближнем Востоке, то у нас уже тогда возникают довольно большие проблемы. Секуляризм обычно определяется Тейлор и его знаменитой работой, так как хрестоматийно-секулярный век, говорил о существовании трех прочтений секуляризма. Секуляризм как вытеснение религии из публичного пространства, секуляризм как упадок вверх и секуляризм как возможность жить и действовать так, как будто того света не существует. Вот если мы посмотрим на эти три прочтения секуляризма, то можем ли мы говорить о том, что Ближний Восток когда-либо был секулярен? Ну, можем говорить, на самом деле мы не знаем по поводу упадка веры, или меньше людей молятся, или больше людей молятся, меньше они соблюдают религиозные обязанности или нет. На самом деле у нас нет исследований практически не по одной стране. Да, мы можем сказать, что у нас есть определенная часть в том же самом Тунисе, население, которое не соблюдает Рамадан. И, в общем, во время Рамадана несложно найти кафе открытые. Больше эта часть сегодня или меньше? Ну, этого никто не знает. Более того, мы понимаем, что такие люди есть не только в Тунисе. Но если он не соблюдает Рамадан, а он соблюдает ряд других столбов, то можем ли мы сказать, что он более религиозный мнение? Это разговор не о чем. Если мы говорим о... Тогда у нас остается два прочтения этого теснения, религии из публичного пространства. Ну, в принципе, обычно об этом и идет речь, когда мы говорим о светкости на Ближнем Востоке, что вот у нас были светские режимы, а потом стали не светские, а светские вроде бы потому, что они вытесняли религию из публичного... Ну, где же они вытесняли религию из публичного пространства? Этого же не было? Господин Даруси Мизури был министром по делам религий. У нас с каждого из странеров есть администерство, которое занимается религиозными вопросами. Оно может называться по делам религии, или вакуф, или еще как-то. Если вы в школе преподаете курс некого, даете курс какого-то религиозного воспитания, это же не вытеснение религии из публичного пространства. Знаете, задавайте вопрос по-другому. Можно ли мы себе представить в Ара-Струмире политического лидера, который открыто сказал, что он атеист? Ну, это невозможно. Даже, опять-таки, партия, там, Народный фронт и Хамаме отказался от того, что было считано, атеистом. А что касается, вот, жить так, как будто того света не существует, ну, понятно, что это очень красивое поэтическое сказание, которое очень сложно проверить. Но мы можем сказать, действительно, что в общественной сфере, в политической сфере, все-таки превалирует некая рациональная политика. Еще важный момент – это то, что обычно говорят о том, что секуляризация – это элемент и признак модернизации, модерна. Но если секуляризм – это признак модерна, то постсекуляризм – это должен быть признак постмодерна, или признак чего? Я бы сказал, что мы сегодня можем говорить о трех перспективах, которые есть на Рыжном Востоке. Одна из них – это продолжение секуляризации и модернизации. Если это секуляризация была. Второе – это пессимистическое, да, это археизация и десекуляризация. Третье – это нечто среднее. Но вот что касается археизации и десекуляризации, то археизация – это же даже когда у нас все плохо, у нас разрушается государство, у нас во всюду насилие и так далее, когда у нас происходит археизация, это не означает возвращение к чему-то, к какой-то архаики. Возвращение к вымышленной архаики – это построение вымышленной архаичной реальности, придуманной, не возвращение к традиции. И, соответственно, возвращение к религии, вот эта новая религиозность – это не возвращение к той религиозности, которая была в XIX, XVIII, XIII веке. Это некое совершенно новое имение. Не в этом плане я бы говорил о том, что постсекуляризм для ближнего Востока характерен так же, как для Запада. Мне кажется, что важен еще такой момент, когда мы говорим о постсекуляризме. Фактически речь идет о возвращении религии в некое уже секуляризованное светское пространство. И в этом плане умеренные исламисты, ну, такие, как Ватина Сунай, такие, как партия НАТО, хотя она отказалась от того, что она исламистая, но тем не менее, это сила, в общем, постсекулярная. Это сила, которая привыкла и комфортно действует в секуляризованном обществе. Они готовы конкурировать в секулярной среде с другими политическими силами. Они готовы доказывать полезность собственного предложения. Господин Атамбаки говорил сейчас о том, что радикальный исламист становится популярным в результате кризиса других идеологов. С этим стоит согласиться, но проблема ведь в том, что про кризис других идеологов мы его осознаем не первый год, но никакого предложения так и не появилось, по большому счету. Кроме идеи строительства, укрепления национальной государственности, популярных, и отдавлю Альмадония, гражданское государство, популярное в Египте, в Кунисе, в Мороке и так далее, в Алжире, но ничего нового. И исламистская альтернатива, как была, так и остается не только наиболее востребованной, но и наиболее интересной из того, что есть в идеологической ландшафте региона. Но самое интересное, что когда я сказал, что умение на исламисты, это постсекулярная сила, мне кажется, что и светские силы на сегодняшний день, в том же Египте или Кунисе, это тоже постсекулярная сила. Давайте посмотрим, сколько раз прижигает Эссепс, президент Кунис, в своих официальных речах, цитирует Коран или хадисы пророков. А сколько цитирует Абдул-Картехас здесь? Религии в своем противостоянии исламистам и в борьбе за светскость, светские силы становятся, такого нет слова, но тем не менее, они становятся более религиозными. И в результате у нас происходит общее смещение всего политического спектра в сторону религиозности. Посмотрите на Анжир после Черного десятилетия, когда исламский фронт спасения проиграл, светские силы победили. И если более религиозная страна с большим присутствием религии и публичных пространствах в Северной Африке, чем Алжир в Северной Африке. Нет. Вот этот самый феномер постсекуляризма, он в политическом отношении будет означать и означает общее смещение всей политической повестки и введение ее в такой религиозный фрейм. Это феномер. Второй момент, это что касается радикалов. Радикал типалькаиды, и прочих нехороших людей. У нас есть проблема, когда мы говорим о радикализме, что, та же проблема со всем остальным, проблема со словами, что все-таки есть религиозный радикализм, есть политический радикализм, это разные вещи. И понятно, что человек, являющий, придерживающийся крайних религиозных воззрений, человек готовый прибегать к насилию для того, чтобы утверждать свою точку зрения политическую, которая совершенно не одет на один и тот же человек. И очень часто это совершенно разные люди. Более того, кто готов прибегать к насилию, часто, он вообще-то все равно прибегать к насилию военную какую из точек зрения. Но мне кажется, что в целом, если посмотреть на всю ситуацию немножко по другим углом зрения, по другому зрению политическим, политологическим, то что произошло в 2011 году? В 2011 году произошло расширение политического пространства, расширение политического участка. Участники в политике стали те люди, которые в расширении участвовали. Эти люди были гораздо менее секуляризованы, чем те люди, которые обычно участвовали в политике. Эти люди, это были те люди, которые, в том числе, это были те люди, которые не могли пока что жить так, как будто того света не существует. А если они не могли жить, как будто того света не существует, то они, вовлекаясь в политику, они не просто придают ей религиозный оценок. Они либо сами должны поддаться секуляризации изменить сознание, либо им приходится отвергать всю ту систему, которая есть. Я думаю, что именно с этим связана эта посвятая причина. Эта резкая модернизация политического пространства, которая, тем не менее, происходит, хотя иногда кажется, что нет, она и становится причиной того, что у нас выросло количество людей, не соединяющихся к радикальным исламистским ПТРК. Ведь это же интересно, что самое большое количество иностранных бойцов в ИГИЛ из благополучного Туниса, а не из целого ряда других стран менее благополучных. Ну, хотя цифры расходятся, официальных цифр нет, но тем не менее, почему? Вероятно, именно из-за степени секуляризации и модернизации политических систем. Наверное, я вот здесь остановлюсь какими-то своими соображениями. мы можем сейчас открыть дискуссию, если у вас нет возражений. Пожалуйста, представьте, пожалуйста. Да, я это сделаю, просто я думаю, будет удобнее, я буду обращаться ей к нашим докладчикам. Ну, во-первых, было интересное выступление, но мне кажется, что следует иметь в виду нескольких обстоятельств. Первое обстоятельство. Когда мы говорим об исламе, это не значит, что мы говорим всегда о религии. Не надо ставить знак правильства между религией и исламом. Когда мы говорим исламский, мы совсем не обязательно говорим религиозный. Поэтому государство и религия – это одна тема, государство и ислам – это тема другая. Потому что в исламе есть и религия, и нерелигия, поскольку в исламе не произошло разделения религиозного и мирского. Разречения этих двух начал есть, поэтому допускаются две, по-моему, неточности. Либо, когда полностью смешивается ислам с религией, говорится, что если это религия, значит, это ислам, а ислам – это религия. Кстати, в Европе, я здесь готов поддержать тезис нашего коллеги из Голландии, так часто и понимается, там, где ислам, в Европе воспринимается, что это религия. Для мусульман это не всегда так. Но в то же время не надо разрывать одно с другим. Вот это очень точно пройти по этой грани. Где в исламе религия, а где нерелигия в исламе? Религия, вот даже тезис такой существует. В исламе нет разделения религии и политики. Но когда мы говорим религия и политика, мы же сами разделяем эти две вещи – религия и политика. Но какой же тогда смысл говорить о том, что в исламе есть и религия, и политика, если это одно и то же? Это не одно и то же. Надо здесь чётко себе отдавать ответ. Поэтому если говорим о какой-то роли политической, там, социальной и так далее, это не значит, что прямо, мы непосредственно говорим о религии. Исламское право, шариат, элементы шариата были восприняты в Европе в средних веках? Были. А религия и слава была воспринята? Нет. Вот вам, пожалуйста, пример. Поэтому разделение очень даже может быть. В современной Турции это мусульманская страна. Мусульманская страна. В праве есть что-нибудь от ислама, от шариата? Ничего нет. Светская правовая система. А говорят, не может быть отрыва политики от религии, от политики. Право – это политическое явление. Второй важный момент. Опять же, оперирую коллеги из Амстердама. Он интересно сказал, что когда люди выходят куда-то на работу, идут в кафе, они общаются в одном пространстве, возвращаются домой, они возвращаются в ислам. Не только в ислам. Они прежде всего возвращаются к своим традициям и обычаям, а не к исламу. Убийство чести – знаменитый пример, так сказать, мусульманской культуры. Это никакой не ислам. В строгом смысле, это не шариат, это адаты. И надо очень чётко понимать, где адаты, а где, собственно, шариат. И не смешивать эти две вещи. Почему это важно делать? Да потому что шариат может листать инструментом преодоления этих обычаев, традиций. Это делали хорошо французские колонизаторы, когда пришли на север Африки. Они противостояли берберским обычаям не только с помощью французского кодекса Наполеона. Они делали это с помощью шариата. И последний момент. Я понимаю, что специалисты высокого уровня здесь собрались и оперируют почти всегда к европейским представлениям об исламе. Тут и Бернард Плёвец, и другие работы. Это как будто бы взгляд на ислам извне. Важен? Несомненно, важен. Крайне важен. Но было бы очень неплохо, если бы эти точки зрения, этот анализ сопрягался с представлениями и с анализом самой исламской мысли. А что в головах-то мусульман происходит? Или мы исходим из того, что как европейцы, как мы с вами, я в любом случае не имею в виду тех мусульман-исследователей, которые могут посмотреть изнутри, а из нет. Вот мы считаем, что мы правильно понимаем, что в головах мусульман. А почему вы? Откуда у нас такая самоуверенная точка зрения, что мы понимаем, что там у них происходит в головах и какое у них мировоззрение развивается? Откуда? Почему мы считаем, что уважаемый автор Бернарди Льюис абсолютно адекватно оценивает, что происходит в исламской мысли? Почему? Почему? Только потому, что это известный западный ученый? Ну да, но мне кажется, что очень важно иметь в виду и как развивается сама собственная исламская мысль изнутри, как она происходит и в самом мусульманском мире, в собственном мусульманском мире, и той части современного мусульманского сообщества, которое представлено теми самыми мусульманскими меньшинствами, прежде всего, в Европе. Я понимаю, что, может быть, я затянулся, потому что, жалко, сейчас у нас это весь не доклад, не выступление, а небольшие какие-то такие комментарии, поэтому на этом я... Интересно. Большое спасибо, Илья Анатольевич, за большее выступление, участие в дискуссии. Пожалуйста. Да, господин Поревский. Приветствую, Константин Михайлович, Москва. Константин, новостный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения, Российская Академия ООН. Честно говоря, мне хотелось сформулировать мысль, которая, мне кажется, достаточно простой, что если модернизация носила тоталитарный и авторитарный характер, это было правило. В общем-то, даже в какой-то мере, вот мы, значит, с профессором Яги как раз дискутировали немножко на эту тему, что и реформы Эрдогана в какой-то мере они светили отраженным цветом по отношению к тому, что было в Советском Союзе. И вот упомянутый Лев Давидович Троцкий в своей книге «Сталин» во второй части, он очень так подробно пытался сравнивать как раз Сталина именно с Ататюрком, вот, и с Мендозой, по его мнению, они лежали в одном ряду с точки зрения того, как, значит, вот, модернизация проводилась, действительно, на нечто было очень похожее, когда, так сказать, религию во всем, в том числе и в том смысле, о котором Леонид Рудольфович говорил, ее пытались через колено, так сказать, сломать и не без успеха, в порядке случаев, да? Вот. И что потом, так или иначе, в той или иной форме там повторяли, особенно такие радикальные секулярные режимы типа иракского баосизма, где, скажем, религиозным деятелям там гвоздь вверхали на глазах удивленной публики в лоб бивали, да, ну вот, естественно, что на такая борьба с религией не могла рано или поздно породить демократический протест, который проявил себя, в частности, в рамках арабской весны, например. А вот. И так же, как после крушения Советского Союза тенденции десиполяризации стали проявляться здесь. Ровно так же и в ходе арабской весны тенденции десиполяризации стали проявляться по всему арабскому востоку. Вот это вот демократическая волна, но я-то только уже чего нам гнаться за модерном, когда он прошел бы. Модернизация сегодня – это, значит, попытка броситься за паровозом, который находится на другой станции. Модернизации нет, и это не задача сегодняшнего дня, это задача дня вчерашнего. После индустриальной эпохи, а модернизм – это метафора индустриального общества в известном мире, вот. Но требуют совершенно иных задачи, скажем, вот Япония, Китай, Индия, они показали, что, значит, открывается совершенно иной путь включения в современность. Я, по-моему, пытался это, значит, решить этот вопрос, каким-то образом не решил, но поставил я его в виду в своей статье «Глобализация и проблемы исламского ума, исламского мира», да, что вот проблема заключается в том, что Япония, Китай, Индия вписались в эпоху глобализации способом, как бы, использования глубины своей цивилизации для производства современного продукта в широком смысле этого слова. И в узком тоже, включая, скажем, японское и китайское пасхуд и так далее, но это производное, а в широком смысле – да. И вот этот эффект постмодернистского развития, а изламский мир – нет. И он, как вот степной волк у Герману Герса, оказался, к сожалению, зажат между двумя веками, да. Вот. И это вот проблема, которую на самом деле попытались решить у Диарабской весны и не решили. Вот крайние попытки этого решения есть Аль-Каида и так называемые эстонские государства, которые оказались тоже ступиковыми. Да, и сейчас тогда мы, как-то, Василий Александрович, наталкиваемся на, что ли, на казус постсекуляризации. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Игорь Михайлович, за Ваши впечатления от восприятия и вопросов. Есть предложение завершить вот эту часть нашей дискуссии. Наша, так же, как сегодняшняя вся конференция, посвящена проблеме религии и государства на Ближнем Востоке. Наша вторая сессия тоже будет посвящена ей. И если первая сессия у нас проходила в форме таких докладов, здесь это будет больше похоже на круглый стол. У нас будет три, нет, пять, шесть, пять небольших сообщений. Потом дискуссия, в которой, я очень надеюсь, примут участие и все, кто находится в зале, и студенты, которые находятся в зале. Будем очень рады, если вы поучаствуете. И первым, к которому я предоставляю слово, это наш коллега Уэль Гарнавы из Саргона, который будет говорить о проблемах, который является специалистом, экспертом по политическому психоанализу, и много работает по теме радикализации, дерадикализации молодежи. Уэль, сейте-плей. Большое спасибо за приглашение. Я очень рад работать вместе с вами, быть с вами здесь. Я хотел бы вам предложить несколько проблем, несколько идей, решений, положений, на Тунис. И если мы Моего исследования, моя диссертация Почему молодые Тунисцы Так стремятся покинуть Тунис И даже Плоть до того что они могут умереть Когда пересекают море И в 2014 году Было отмечено очень большое количество Молодых Тунисцев Которые являлись С собой частью ее Donc, j'essaie de comprendre L'attrait exercé sur Ces jeunes Тунисиens И здесь два таких больших обещания Два больших проблемы Которые я хотела бы рассмотреть Это Европа как символ счастья И это идил Которые обещают рай В Туниси Где они живут свои документы Для того чтобы Их не могли идентифицировать По этим документам Это называется Арга И вот таким образом Они поступают уже Своим пути И во время подготовки моего исследования И я беседовал с этими молодыми людьми Которые покидали Тунис И которые называли себя Алага То есть которые уже сожгли свои документы И один из них сказал Что с меня хватит Потому что если я даже не доеду до Европы Я останусь в исламском государстве То есть Я пыталась встретить Многие люди Кто хотят поехать в Европу И в самом деле И немцы Кто хотят поехать В Истатус И многие люди Кто хотят поехать Кто хотят поехать в Европу И они уже пытались В Истатус Но когда они не готовы Они случают И решат И отвечают А у человека Я встречался с многими молодыми людьми, которые собирались покинуть Тунису, но не смогли достичь Европы. И в таком случае, они оказываются в исламском государстве, и они пытались, и они оказываются в исламском государстве таким образом, не достигнут Европы. В первую очередь, я хотела бы обратить внимание, что есть две стороны проблемы, и я хотела бы на них сосредоточиться. Это первое, это проблема получения в исламском государстве, и второе, это проблема их идентификации, идентификации этих многих людей. Так, я предлагаю вам разговаривать несколько административных действий, которые производят эффективность этого малыша, что я называю « малышатория». Я хотела бы еще более специально познакомиться с ситуацией, в первую очередь, и напомнить, что Тунис находится в 60 километрах от Италии. И в 90-м году, например, Тунису нужно иметь визу для того, чтобы переехать из Туниса в Италию. Для тех, кто не знает, что Тунису, это в море Африки, в море Африки, в море Африки, и в море Африки, и в море Африки. И я хочу сказать тем, кто не очень хорошо представляет как то, что Тунис находится на севере Африки, и с 90-х годов, тем, кто хочет покинуть Тунис, в направлении Италии, допустим, нужно иметь визу. А для того, чтобы добиться этой визы, нужно иметь определенный социальный статус или быть богатым человеком. Тунису, который хочет иметь визу для путешествий, как турист, он должен иметь визу для путешествий. И для того, чтобы получить визу, даже туристическую, это достаточно сложный, даже виза Шенген, и туристическая виза Шенген, и тому есть своя цена. Это достаточно дорого, и главным образом, они привлекают границу подпольная. И то есть уже идет раздельение на хороших иммигрантах, на плохих иммигрантах. Но, в основном, в 2011 году, это началось в Тунису, так что нужно иметь авторизацию parentale для тех, кто хочет поехать в Тунису. И также, второе место для тех, кто хочет поехать в Тунису, это Либию. Так что сейчас, это не разрешит идти в Либию, потому что есть война, это сложный, и для того, чтобы поехать в Алгерию. И для того, чтобы поехать в Европу, это запрещено, в основном, молодые Тунисы живут в своей стране. С 2011 года в Турцию тоже нельзя проехать без визы, это очень сомнительно. И для того, чтобы молодой человек, а молодой человек расценивается как до 35 лет, он все еще молодой человек. И чтобы поехать, если ему меньше 35 лет, допустим, в другую страну, он должен иметь родительское разрешение. И в этом сложность. То есть это Либия, куда сейчас невозможно поехать, лежать в страну, потому что там уже давно. Это Алжир также, который находится рядом, но нужно иметь родительское разрешение, чтобы пересечь премьер в Алжир. То есть, люди тунисы, они очень близко к Европе, они имеют свой способ европейства, они говорят в стране, они обучают в стране, они смотрят в стране, но в тем, они не обогащатся в стране, в стране, в стране, в стране, в стране. И в стране, пос後, из Европейский, есть format, в стране, в стране, в стране, а в стране, в стране, в стране. Всего pictureн в стране. И вот эта ситуация использует ИГИЛ, потому что молодые тунисцы, они одеваются как европейцы, они смотрят телевизионные передачи европейские, они хотят жить в Европе. Но они не могут это сделать, и в таком случае ИГИЛ предлагает их приехать к ним, перебраться к ним, объясняя это тем, что они будут иметь больше свободы, что они будут благородны и будут уважать в ИГИЛ, в то время как Европа их предала, не приняла к себе. ИГИЛ, то есть, для того, чтобы анализировать этот процесс, я имею в виду теории психоаналитики от Мелани Клайн, например, что я могу анализировать в этом случае. ИГИЛ, то есть, для этих детей, они они любят в Европе, их имеют в Европе, их первый désir, это Европе, как для того, чтобы дать вrain, чтобы у них получить пищу. Вместе с удовольствием, не забывайте, покупайте, 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 превращайте, в качестве страны, превращайте в Европу. Такие молодые люди приходят к реформации collective противоочкитной. Это в этом случае, который грешит с джиадистой джиадистой. Когда « джиадь и любовь» в Европе превращается в Европе, Я подвожу к этой проблеме с точки зрения психоанализа, потому что для юных тунисцев, Европа это как объект любви, это как материнская грудь, и они как бы стремятся к этому, и когда они хотят ехать в Европу, чтобы путешествовать, чтобы покупать там что-то, но у них это не получается, и таким образом вот эта любовь у них перерастает в гнев, и в этом получается гнев против Запада, и в этой ситуации пользуются джихотисты, которые приглашают себя, таким образом используя вот это перерастание любви в гнев в свою пользу. Итак, это первый пункт, который позволяет людей путешествовать в гнев. Итак, вот, в Итат-исламе предлагает другую джихотину. Я поговорю немного о том, что приводит к юных тунисцам, чтобы поехать в Daesh. Вообще-то, в конце революции, у них был единственный президент, единственный президент, единственный мировой политик. Все люди идут с Бен-Али, с Бен-Али, с одним президентом, с одним партием, и все. И второй механизм, почему они там оказываются, это прежде, то, что их подталкивают, это прежде всего образ президента, который был единственной в республике, и они все брали с него пример, то есть он был единственной, по-моему, по-моему. Субтитры создавал DimaTorzok Итат-исламе. До событий 2011 года, политический пейсаж был спокойный, все были, все исповедовали одну идеологию, и это было одно единое, как бы, зеркало. Но в 2011 году все это разбилось, и произошла революция, и появились разные политические лидеры, разные политические взгляды, что тоже не способствовало, как бы, единению этой молодежи. Он разбило единение этой молодежи. То есть, как наш коллега говорил сегодня, после 2011, уже 7 лет, в Туниси, это действительно страна, где живет новая политическая новая политика. Итат-исламе. 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 Итат-ислове. Довольно. У него привлекает очень сложный момент, то есть он думает про себя очень плохо, значит, я ничего не значу, раз им не дали визу, значит, я не достоин этого. И вот в этом плане тут же появляется исламское государство, ИГИЛ, и они начинают мандерноваться. Я благодарю вас за вашу мнение. Слово предоставляет Константин Духовичу Трубцову. Хорошо. Ну, я примерно начну с того, чем закончил предыдущий докладчик, когда он говорил о том, как приглашают ИГИЛ. Вот представьте себе ситуацию, в ИГИЛ приглашают, а ИГИЛа в ИГИЛе нет. Вот это примерно ситуация, которая сегодня складывается на Ближнем Востоке, означает, конечно, новый поворот конфликта. Потому что эпицентр, который, конфликт, который некоторые даже аналитики обозвали Сирак, да, имеем в виду, что Сирия и Ирак, вот именно ИГИЛа как бы в единое целое относительно была. Из этого конфликта вызвали середину, а конфликтогенность осталась. И дальше, как она будет развиваться? Будет ли возникать в середине некий другой сортурагат? Или она будет рассекаться в периферии? Однозначно на сегодня сказать нельзя, но мы видим и ту, и другую тенденцию одновременно. Ну, означает ли разгром ИГИЛ вообще снятие темы радикального исламизма или, точнее сказать, даже джихадизма? Ну, в определенной тенденции показывают, что может быть да. Потому что в центрах, на которые, ну, так или иначе, не прямо, вот, но опирался радикальный ислам, я имею в виду оба наиболее крупных религиозно-политических центра, и Иран. И Саудовская Аравия, там совершенно очевидно, вот замечены многими нашими людьми, в том числе и мной, которые бывают в этих странах, идет тенденция такого, значит, развивающегося секуляризма, если угодно, на бытовом уровне даже. Вот, и причем и в Иране, и в Саудовской Аравии этот процесс идет одновременно, идет за счет этого процесс смягчения строгости, исламской строгости обоих режимов. В Саудовской Аравии это совершенно четко было в последние дни акцентировано, заявлением наследного принца о необходимости двигаться в сторону умеренного ислама. А будет ли это означать глубокую реформу ваххабизма, сказать сегодня не берусь. Но то, что за этим кое-что стоит, скажу чуть позже. Ну и еще одна тенденция, которая действует совершенно вразрез с этим, это то, что ИГИЛ-то ушел, а Аль-Каида в Сирии остается. И остается, на мой взгляд, настолько серьезно, и не только в Сирии, что говорить о конце радикального исламизма или джазитизма, по крайней мере, прежде времени. Потому что, в отличие от ИГИЛ, который был такой монолит, и именно Тима Дон ценил, что монолит, потому что, когда дома чеченцы схватили тату, там замахнулись на милиционеры и объявили себя исламским государством, понятно, что это другая история. Так же, как и ИГИЛ в Афганистане или Бока-Харам, объявляющие себя ИГИЛ, это другая история. Из этого исламского государства не следует. А вот глубокие проекты Аль-Каида, как целовой структуры, они работают. И в том числе продолжают работать в Сирии. И в том числе продолжает работать вот такая сложная вещь, как перетекание, например, из братьев-мусульман, считающихся умеренными. И там это называется Ахра-Рышам, прежде всего, в Сирии. Ахри-Рышам, который есть в мусоре, она же Аль-Каида, и обратно. И это происходит не только в Итлибе, но это происходит во всех зонах, где эскалации. Вот эту тенденцию можно ли побороть в ближайшее время, например, в обозримом времени и так далее. А на самом деле это тенденция, которая присутствует и в глобальном измерении, потому что если для ИГИЛа, скажем, вот на интернет ресурсы это были ресурсы лишь, то для Аль-Каида это часть способа существования. В этом существует много. Дальше, значит, это следующая проблема, которая сейчас волнует весь регион. Это растущее доминирование Ирана в регионе. Противники Ирана или те, кто его опасается, во главе с Саудовской Аравией и Израилем, говорят о том, что военно-политическая инфраструктура распространяется от Тегерана до Бейрута. И, значит, границы, которые там существуют, они вовсе не мешают этому доминированию. Мне показывали карту, сделанную аналитиками, где иранская инфраструктура внутри Сирии, она напоминает систему кровеносных сосудов, как она построена. Но тут есть свои проблемы, и проблемы, я думаю, у Ирана прежде всего в Ираке, а не где-нибудь. Вот, пока на этом закончу, если будут вопросы. Дальше. Есть такая гипотеза, слабая, на мой взгляд, но все же имеющая право на существование, что после разгрома Игилбургская проблема может оказаться в центре регионального дискурса. и, может быть, даже составить ядро конфликтогенности. Тогда в центре, если до конца осуществляется тенденция, которая сегодня просматривается, когда турецкие курды окажутся в депи-центре всего курдского ареала политически, а это происходит. Саудовская Аравия и Турция становятся, очевидно, ближайшими целями или жертвами, если угодно потенциальными процессами политической дезинтеграции в регионах. Саудовская Аравия, ну вот, подверглась очень существенным внешним и внутренним рискам, продолжает подвергаться. Среди них война в Йемене, которая очень существенно ущерб принесла внутренней Саудовской Аравии, и потеря всякого влияния в Сирии. Это тоже удар не только по престижу, но вообще по, ну, на своем виде, Саудовской Аравии как региональной державы. Но самая главная угроза, конечно, это внутренние. Потому что, как показывают вообще всякие исторические опыты от Октябрьской революции до Иранской, революции происходят всегда на пике перемен. В результате никакой не отсталости, а обострение контрастов развития. Саудовская Аравия сейчас вступила на этот путь. Правда, будучи гораздо более современной державой, чем Россия в 17-м году, и даже чем Иран в 17-м году. Это не меняет глубины конфликта, который произошел. Номер раз. И это разрушение консенсуса, державшего в основе политической системы Саудовской Аравии, между Каланом Саудов и Бенни Томим, откуда происходит и до сих пор основное количество богословов. Конфликт с Катаром – это частичное отражение этого внутреннего конфликта. И когда говорят о движении к умерезному исламу, это именно попытка нанести дальнейший удар по богословам. Одновременно началась история внутри самого Клана Саудов, потому что убийство сына короля Фактов в ходе того, что происходит, это очень серьезная история. Клан Фактов, под Клан, внутри Клана Саудов, один из сильнейших. И это может привести к очень серьезной борьбе внутри. Но вот поэтому, дай бог, чтобы у них удалась реформа, все прогрессивные люди Саудовской Аравии поддерживают Мухаммеда Бен Сальмана в его стремлении к реформе. А вот удастся ли это, не очень понятно. Про Турцию очень коротко. Значит, вот конфронтация с курдами, не случайно Эрдоган, может быть, на первый взгляд, не прополизирует, смотрит на эти вещи. Но если посмотреть на то, что при всем при том, турецким курдам удалось создать инфраструктуру власти, не зову, на уровне муниципалитетов практически повсеместно в Турецком Курдистане, и что такую же систему власти, те же самые турецкие курды, плюс вооруженные силы создали в Сирийском Курдистане, то это не так мало. Опасение еще заключается и в том, что курдская история может сдетонировать вообще всю такую этноконфессиональную ситуацию внутри Сирии. Она может показаться довольно абстрактной, на общий взгляд ситуация в Турции достаточно стабильна, но мы видели уже достаточно примеров, последним из которых является Арабская весна, как кажущаяся серьезная глубокая стабильность, как она выглядела, например, в Тунисе, превращается в нечто иное. Спасибо, друзья. Пожалуйста, Павел Шевыков, институт Санадия, Афганг, Гудни Миниландов. Дорогие коллеги, спасибо большое за приглашение к Тунису, я очень люблю в Казань. И спасибо большое за возможность поделиться своими соображениями о новой религиозности, о процессах десекуляризации в таком региональном срезе на примере неарабского Ближнего Востока, на примере Турции. Я здесь подхвачу тот сюжет, в котором завершился выступление Константин Михайловича Труевцев. Я соглашусь в одном, что действительно наблюдается курдификация турецкой политики. За те 30 лет, что идет эта очень мучительная история противостояния между турецкими курдами и турецким государством, у турецких курдов набрался очень серьезный опыт разнообразных форм противостояния, разнообразных форм достижения своих интересов и так далее. И это не только вооруженное сопротивление, чем рабочая партия Курдистана занималась с конца 80-х годов, что спровоцировало введение чрезвычайного положения, длящегося на протяжении нескольких лет в ряде юго-восточных провинциях Турции. Но это и опыт борьбы на международных площадках, на площадках европейского суда в защите прав человека, европейской комиссии, европейского парламента. Это 90-е годы. И, наконец, 2000-е, собственно, тот феномен квалификации турецкой политики, когда курды набрались достаточно опыта, чтобы бороться на легальном поле. Не методами террора исключительно, а методами политической агитации, создания политических партий, и участия в выборах муниципальных, парламентских, в рамках одномандатных округов, поскольку курские партии регулярно запрещались. Но это не мешало курскому политическому движению в Турции создавать новые партии, меняя вывеску, но оставляя содержание константой. Но здесь есть маленькая оговорка. С одной стороны, успехи курского политического движения действительно привели к тому, что, во-первых, курская партия, последняя интеракция партии демократии народов, она стала парламентской, и это тоже был прорыв, потому что ранее курды проходили в парламент, формировали свои группы, получая места в одномандатных округах, поскольку партии не допускались до выборов. То партия демократии народов, это первый пример, когда партия была допущена, и она преодолела 10-процентно очень высокие барьеры, стала парламентской, четвертой парламентской партией. Но это продлилось недолго. С ноября 2015 года, с неочередных выборов, до 2016 года. Дело в том, что особенно с введением чрезвычайного положения, а то, что до сих пор находится в состоянии чрезвычайного положения, это дает колоссальные полномочия исполнительной власти и лично президенту Роджерту Эберутагану, принимать те решения, не советуясь с парламентом, обходя сложные процедуры консенсуса нахождения. И по этому механизму все 102 муниципалитета, по главе которых находились представители вот этих курсов партии, они были смещены со своих должностей. И таким образом, вот то, о чем говорил Константин Михайлович, в сегодняшней Турции уже закончилось. Это стало такой историей, потому что большая часть наиболее активного политического курсского движения в Турции на сегодняшний день находится в заключении, в тюрьме, по разным обвинениям. Но они составляют вот этот большой, длинный список тех политических заключенных, число которых год от года в Турции растет и галлопирует с июля 2016 года. Там уже счет идет не на сотни, даже не на тысячи, а на десятки тысяч людей, которые находятся с куратным обвинением в турецких тюрьмах. Возвращаясь к проблеме государства и религии. В турецком случае вот этот процесс десекуризации, то есть десекуризация наоборот в том бергеровском смысле этого процесса, он проходит на разных уровнях. Во-первых, это уровень внешней политики. Мы могли наблюдать, используя такую близкую нашему политическому российскому дискурсу терминологию, поворот на восток в Турции, отказ от прозападной позиции, то есть отказ от всего того, что, может быть, мечом и огнем внедрял в свое время Мустафа Кемаль. Потом это выразилось в таком стратегическом выборе Анкары после окончания Второй мировой. И на сегодняшний день, ретроспективно рассматривая последние 20 лет, это выразилось в переосмыслении вот этого прозападного курса активного действия на ближневосточном направлении, причем не только на ближневосточном, но и в тех регионах, где раньше Турция вообще не была представлена. И отсюда я всегда очень критически отношусь к такой очень распространенной формулы турецкая внешняя политика – это не османская политика, но давайте посмотрим на границы Османской империи, и там не было ни Латинской Америки, ни Африки южнее Сахары, ни дальневосточного направления, а в современной турецкой внешней политике все это есть. И даже последние тенденции – это в какой-то степени немножко не только создает баланс, но где-то даже начинает перевешивать какие-то традиционные направления, в том числе и ближневосточные. На уровне общественной жизни вот эта десекуляризация, она выразилась в систематическом расширении религиозной сферы. Это на уровне институтов выражалось в колоссальном росте численности религиозных учреждений, мечетей, школы мамхативов, лицеев мамхативов, штатов, служащих управлением по делам религии. Вот если на статистику посмотреть, то 70-й год – это 20 с небольшим тысяч служащих этого ведомства, а к середине 10-х годов – это уже более 130 тысяч миллиардные бюджеты. И все это было увенчано реформой образования 2012 года, возвращением к системе 4, плюс 4, плюс 4, которая давала возможность создавать лицеи имамхативов. И количество учеников этих учреждений за время нахождения у власти партии справедливости и развития увеличилось кратно. Статистика в этом плане очень впечатляет, и вот в этом можно найти выражение того процесса десекуляризации, который проходит в Турции на протяжении нескольких десятилетий. не только в момент, когда власти пришла партия справедливости и развития, но существенно раньше, примерно где-то с середины второй половины 20-го века. Если мы посмотрим на экономическое выражение вот этого процесса десекуляризации, то здесь опять институты и статистика очень красноречива. В конце 80-х Тургут Азал решил сделать Турцию привлекательной для так называемого «зеленого капитала», для капитала аравийских монархий, и для того, чтобы создать благоприятную почву для инвестиций, для бизнес-проектов, была создана специальная структура и возможности создания особых финансовых организаций. В турецком контексте это означало фактически исламский банкинг. И объемы капиталов вот этих «эзельфинанскурумларэн», специальных финансовых организаций, за период нахождения у власти «Партии справедливости и развития» на два порядка вырос. То есть в сто с лишним раз увеличился объем капиталов и объем активов турецких банков, которые работают на принципах исламской экономики. Возвращаясь к понятию новой религиозности, о котором мы так много говорили в рамках первой сессии. В турецком контексте эта новая религиозность выражается в таком феномене, как турецкие джемааты. И то, что мы наблюдаем за последние 20-20 лет, позволяет даже говорить о джемаатизации Турции. То есть это реакция на те процессы ускоренной модернизации второй половины 20-го века, когда традиционные сети поддержки, в Турции это «Шехерлик», они перестали работать. И потребовалась какая-то новая инфраструктура для поддержки вот этих социальных групп, которые переместились из привычной среды сельской, в новые города. И формировали вот эти спутники, города-спутники из хижин, построенных за ночь Гидже-Кунду. И вот Гидже-Кунду как раз стала питательной средой для развития подобных обществ, джематов в Турции. Если вы поедете в любой турецкий город, будь то крупный в Центральной Анатолии и на Черноморском побережье, на Юго-Востоке, вы обратите внимание, что буквально на каждой автомашине на стекле наклеен какой-то небольшой значок. Или это трезубец, или это какой-то парафраз со знаком Раби и так далее. Это все маркер того, что владелец этой машины состоит в том или ином джемате. И статистика показывает, что порядка от 15 до 20 процентов населения Турции состоят в том или ином джемате, будь то достаточно консервативный джемат, Искандер-Баша или более ориентированный на запад, но ныне активно преследуемый движение Хизмет или Исмаилага джемати, Искандер-Баша и так далее. Таких структур в Турции достаточно много. Мы часть только, которая находится на поверхности и так иначе в фокусе средств массовой информации, о них мы знаем, но те процессы, которые на местах проходят, они не дают такой выхлоп в информационное пространство, и только работа на местах позволяет как-то предположить масштабы этого явления, масштабы вот этой джематизации Турции. И на мой взгляд, вот в этом как раз и состоит эта новая религиозность применительно к Турецкой Республике, к неарабской стране Ближнего и Среднего Востока. Василий Александрович нам перед сессией дал ряд вопросов, на которые просил дать ответы исходя из той или иной страны, исходя из того или иного региона. И часть этих вопросов фокусируется не только на новой религиозности, но и на том, насколько радикальные течения сильны или наоборот слабы в тех или иных странах, насколько оппозиция, с которой традиционно накладывалась на общественные отношения в странах Ближнего и Среднего Востока релевантна сегодняшнему дню. То есть насколько оппозиция, секулярность и религиозность релевантна сегодняшнему дню. Говоря о Турции, здесь в принципе вот эта оппозиция, она немножко упрощала те расколы, которые существуют в турецком обществе. Говорилось о курдах. Курдах это очень яркий пример сообщества, которые изобилуют подобными расколами, потому что есть курды, которые на протяжении всех 2000-х годов поддерживали партию справедливости и развития, есть курды, которые поддерживали партию Абдулла Джалан, рабочую партию Курдистана, которая находится в списке экстремистских организаций, есть курды-суниты, есть курды-алевиты, есть курды-изиты, поэтому вот эта множественность расколов на примере курдского меньшинства в Турецкой республике, она отражает вот ту множественность, которая требуется для адекватной оценки общественно-политических процессов в современной Турции. Насколько радикалы сильны? В принципе, радикализм для турецкой общественно-политической жизни это так или иначе маргинальное явление. Несколько ситуаций изменилось в десятые годы, когда и, кстати говоря, об этом с экранов телевизоров, особенно после трагических событий ноября 15-го года много говорилось и обвинения звучали в адрес достаточно воспроставленных турецких деятелей государственных и это фиксировало реальность в той степени, что десятые годы это время, когда политический истеблишмент Турции начал заигрывать с радикальными исламистскими течениями. Но то, что мы наблюдаем в 16-м, в 17-м году это то, что те радикалы, которые чувствовали себя достаточно свободно на территории Турции, создавали свои ячейки, сети вербовочных организаций и так далее, они вышли из этого условного контроля турецких спецслужб и стали неудобными союзниками. И статистика спецопераций в Турции 2016-2017 годов говорит, что сейчас идет активная борьба с радикальными группировками по всей Турции. То есть не имитация борьбы, а реальное задержание, вычисление ячеек с тем, чтобы вот эта радикализация общественно-политической жизни не перешла в то качество абсолютно неподконтрольное сегодняшним властям. И во многом это отвечает той линии на консолидацию власти, которую Реджеп Тейфердаган проводит в середине 2000-х годов, подчиняя себе средства массовой информации, судебную систему, подчиняя себе системы образования, выдвигая новые проекты, которые конкурируют с теми идеями и проектами, которые пытался реализовать Фетхулак Гюлен. У Гюлена золотое поколение, у Эрдогана это благочестивое поколение. Даже создана специальная параллельная структура для Министерства образования, это МАРИФ ВАКФ Просвещение, Фонд Просвещения. Это переформатирование военно-гражданских отношений. И последнее проявление такой консолидации власти, это, конечно, серия отставок глав муниципалитетов, мэров городов. Одна из них находит параллели в нашей российской действительности. Если помните, в 2010 году президент Митрий Медведев уволил Юрия Михайловича Лужкова, многолетнего мэра Москвы. И в Турции есть тоже свой Лужков. Им был до последнего времени Милик Гекчен, мэр Анкары, мэр столицы Турции, который находился на этом посту более 23 лет. И вот в серии последних отставок как раз эта участь не миновала Милик Гекчен. То есть идет зачистка кадров, подготовка к выборному марафону 2019 года. Выбором в муниципалитеты, выбором в парламент и финалом этой гонки будут президентские выборы 2019 года. Ну вот здесь я поставлю многоточие. Спасибо большое за внимание. Слово представляется Ланя Раван Никудаин председатель Краснодара Института Всех Арктира. Спасибо большое. Вы знаете, я буду очень кратка, потому что я специалист по Ирану и я посмотрю на эти проблемы с иранской точки зрения. Тем более сегодня уже говорил Константин Михайлович Труйцев об усилении роли Ирана в регионе. Это можно видеть и на примере Сирия. Мы все понимаем, что то, что режим Ассада устоял на сегодняшний день, этому как бы помогло много факторов, но один из главных факторов это конечно было сотрудничество России и Ирана в сирийском проблеме. Хотя нельзя сказать, что мы стратегические партнеры и плывем в одной лодке, но все равно как бы очень совместными усилиями было много чего достигнуто. Но я бы хотела в этом смысле вам пример привести усиление роли Ирана в Сирии с экономической точки зрения, потому что за этот период хотя иранцы говорили о консультативной роли, об укреплении народа, структуры власти и армии и так далее. Но за это время с 13-го года уже Иран несмотря на санкции помог с кредитами Сирии более 50 миллиардов долларов. Они сейчас договорились о восстановлении строительства 50 тысяч домов, восстанавливать инфраструктуру, идет строительство дорог. Здесь еще надо подчеркнуть про земельную политику Ирана в Сирии. Сейчас Иран владеет более 5 тысяч гектаров земли в Сирии. Из них допустим 1 тысяча гектаров нефтяного месторождения. также есть одно месторождение фосфата и так далее. Точно также можно привести пример и усиление роли Ирана. Мы видим на примере в прошедшем сентябре референдуме в Ираке. У нас была закрытая конференция по курдскому вопросу по этому референдуму. И тогда мы думали и по-моему ни один из специалистов не оказался как бы прав, но мы немного посмеялись над докладом одного из дипломатов иранских, который сказал, что референдума вообще не будет. И казалось, что как это не будет, если он состоялся. И мы видим опять-таки роль Ирана в Ираке, роль Ирана среди курдов иракских, как легко сдали Киркук и как ситуация изменилась. То же самое можно говорить и о Катаре. Но что касается трансформации, то мне кажется, что здесь трансформация может произойти только в случае, если духовный лидер Ирана умрет, он болеет раком и в общем, потому что мне кажется, что очень часто говорят о том, что принцип Лаэта Факих, принцип единого правления, он себя давно изжил. И говорят о том, что в случае, если Ракбар умрет, что будет. Очень многие в иранском парламенте предлагали даже необходимости ни одного правления, не правления одного человека, а правления Совета целого. Что касается религии, да, и здесь мне кажется, вот еще необходимо сказать о том, что мы с Константином Михайловичем недавно тоже обсуждали и думали о том, какие ошибки Иран совершил с периода Исламской революции. И здесь на самом деле можно сказать, что Иран, несмотря на громкие заявления, несмотря на то, что нам кажется эти заявления иногда ужасающим или еще что-то, он ведет очень, очень осторожную политику. И как бы ни провоцировали его, старается не идти на конфронтацию, и мне кажется, он будет продолжать придерживать вот это политики. Что касается религии, то здесь только можно сказать, что очень многие, я думаю, что со мной согласятся, это не радикально, отсутствует радикально ислам. И когда мы обсуждали о том, что нам надо в нашей стране, в России открывать исламские университеты и возвращать людей к традиционному исламу, и думали о специалистах, которые будут преподавать в наших университетах, естественно, наше правительство пришло к выводу, что несмотря на то, что у нас большинство населения суннитов, но мы думали о том, что и вели переговоры именно с иранцами для проведения всяких курсов, лекций в исламских университетах. И религия в Иране она слегка меняется, она меняется в лучшую сторону, потому что если мы возьмем 80-е годы, когда сунниты не могли, допустим, в армии служить выше солдатов, суннитам не разрешалось возглавлять какие-то посты, потому что он не имел права давать какие-то приказания шиитам, то сейчас в стране ситуация полностью изменилась, и религиозный институт наставничества говорит о необходимости взаимодействия разных организаций религиозных, общественных и так далее. И мы видим, как суннитов ранее, сейчас, допустим, недавно молодая из Белуджистана девушка возглавила пост мэра. Вот очень многие вещи в Иране сейчас происходят впервые. Короче, спасибо за внимание. Ну, сегодня у нас, в принципе, очень такая многосторонняя теоретическая часть, начиная от Луиса Бернарда и так далее. Мы слушаем наши зарубежные гости. Но я хочу прежде всего выразить признательность как и университету, но и вот тем молодым коллегам, начинающим востоковедам, которые терпения хватило дождаться завершения нашей сегодняшней дискуссии. Она только начинается. И вы знаете, ну, с пустыми руками мы, конечно, не приехали, но хотелось бы вам, так скажем, какие-то свои навыки, приемы передать, которые помогут вам в дальнейшем исследовании Востока. Вы знаете, я попал в Афганистан после первого курса. Сказали, мы будем отдавать долг интернациональному афганскому народу. Бабушек через дорогу переводить, а переводчиком там работают, родоботовить спецназу. И там мои первые занятия уже начались. Я афганца учу писать. И вот уже, знаете, около 40 лет я путешествую вот по тому, что называется теперь очень модно новый шелковый путь. Это от Кашгара до Берлина, от Шанхая до Венеции. И, естественно, что, ну, вроде бы изменения какие-то есть, но тем не менее, вы знаете, давайте вот я о чем говорил, о методике, которую многие наши восстоковеды используют. Ну, я ее так условно назову, называется лягушка в колодце. То есть, лягушка там колодится и видит только часть снега. Какие-то звезды пролетают, но на картинку не видно. Ну, другие поднимаются на холм из холма, ну, в горизонте какие-то территории. А мы должны уметь еще и смотреть из космоса. Какая наша маленькая планета и что на ней происходит. И 21 век вам с этими проблемами придется как раз иметь дело больше дней. И понимаете, что произошло вот сейчас, в 21 веке. Баланс сил поменялся. Если раньше Запад шел на восток, и мы говорим запад и запад, восток есть, восток, ну, знаете, как я сказал, то сейчас восток пришел к вам. Мы к вам идем, сказать. Второе. Демография. Фу! Население планеты живет в Китае и в Индии. И что с этим делать? Мы уже сегодня с коллегами общались. Какая самая большая славянская страна? Мусульманская. Индонезия. И вы знаете, какие процессы там происходят. То есть идет перенос баланса и всего в Азию. И мы видим совершенно другую картинку глобальную, когда игроки-то другие теперь. Сибирь. Да, Россия самая большая страна по территории. Вот Сибирь, 12 миллионов пожарных километров. А сколько мы не жили? Я сейчас пытался в навигаторе посчитать от Казани до Кабо или до Дамаска, какое расстояние. Ну, опять можно выщипать, да? Их технологии. Мир заговорил. Если раньше, что надо было сделать здесь вот в ауле или в кишлаке, чтобы тебя знали? Ну, на гармонской хотя бы сыграть или в горшки. Сейчас любой себе и все. Весь миллион людей тебя знает, что ты натворил или что хорошего сделал. И это позволяет совершенно другую среду создавать. Технологические изменения, они колоссальные. Вот эти ваши пальчики, которые бегают, они позволяют не только, вот знаете, как бы инстаграммам, а еще и искать полезную информацию. И, соответственно, вот давайте, ну, с холма, что мы видим. Ну, вот я сказал, расстояние до Кабуа и до Дамаска большое. вы знаете, вот эти мифы, что талибы придут брать, ну, не знаю, там, Казань, да вряд ли. Они даже и душам не дойдут, не нужны душам не дойдут. Там своих хватает талибы. Каждая корпорация, вы знаете, она изнутри взорвается. и, вот вы знаете, 2015 год, по-моему, это был сентябрь, середина сентября, в Москве как раз новую мечеть, отреставрировали, старую мечеть, отреставрировали. Вот ту самую соборную, где Раиль, Гамдин, уважаемый человек. И туда приехали, ну, скажем, представители, ну, очень интересные страны. Урецкий Эрдоган был. Это буквально в общем-то 15-й год. Приехал Назарбаев, но попросил его мне фотографировать. Был Рамзан Кадыров, который самым большим мечом в Европе построил имя и своей мамой на деньги в росте Средизбанка. А на церемонию вот этого открытия в честь Кабан-Байрама пришло около 150 тысяч человек. Откуда? Да мы знаем, откуда. Из Таджикистана, Тиргизия и Узбекистана. А их не пускают в мечети. Потому что охрана. И они стоят вот по периметру и смотрят по телевизору, как все это проходит. И наш уважаемый президент говорит, опережайте друг друга дела в добрости и в коран праведности. Но я-то стою в толпе и скажу, что эти говорят люди. Говорят, мы будем опережать, дайте нам работу, не унижайте нас. Мы такие же люди, которые приехали и мы подметаем ваши улицы. Мы здесь бесправные, не можем в больницу попасть. Относитесь к нам как к людям. У нас эмиграционная служба. И когда вот эта вот система 150 тысяч человек после красивой церемонии начал в метро рваться, меня немножко перекосило. Я живу, знаете где, на большой татарской улице, где историческая татарская мечеть. Я спрашиваю таджиков, брат, а на каком языке тебе имам говорил? Проповедь. Говорит, на русском. Говорит, тебе сколько лет? Говорит, 22. Так ты же русского не знаешь. Но научился победить слова на стройке. А что ты понимал о духовном? Ну, приходят туда землячки очень опытные. Говорят, проблемы, да, мы их решим. Вот поехали там к одному адресу и отправить ее в Турцию, потом попадешь туда и уйди. Заканчивают. Дело в том, что линия фронта проходит здесь у нас на улице. И она вот здесь в головах. Те несчастные там, говорят, 4 тысячи, да хоть 10, которые находятся в летах ИГИЛ, они, во-первых, побоятся сюда возвращаться. Почему? Да трамбанутых спецслужб. Они уже знают и так далее. Это не так в Кабул. Братья Афган скажут, у нас и так мало ресурсов, ребята. Давайте отдыхайте. Или что, сюда приедут. Кто их пустит? У вас тут и так тоже все поделено. Поэтому вопрос возвращения джихадиста, который он не состоит в физическом их перемещении. География не позволит. Как это пройти? А вот эти системы связи и как раз создание тех самых социальных сетей, которые совершены для другого. К сожалению, вот этот фактор как раз наша молодежь будет решить, как все это нравится. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Добрый день. Спасибо за очень интересные и информативные доклады. Хотелось бы задать вопрос Месье Катами. Вопрос. Месье Катами. А, вопрос оттуда. Месье Катами. Месье Катами. который заметил в Сауде-Араб, в частном центре для реабилитации. Есть ли у нас же действия в Туниси? В Туниси, есть debate между тем, но они не создали ничего еще сейчас. Но они discutят, потому что в Туниси очень связанно с Францией. Так что в Франции, эти центры не смогут в Франции. В Франции, в Франции, это не работало, эти проекты. Так что сейчас они не знают, что делать с людьми, которые вернут в Туниси. Нет проекта сейчас. Есть несколько маленьких исследований, но не централизации. До сегодня. Спасибо большое. Пожалуйста. Еще вопросы. Конечно. Спасибо большое уважаемому модератору. Шамиль Кашаб, город Москва, Институт Востоковения, Российская Академия Наук, Центр изучения Центральной Азии, Кавказа, Урала, Поволжья и также научные сотрудники Казанского федерального университета. Я хотел бы с короткой репликой воспользоваться этой возможностью, с тем, чтобы подчеркнуть новую роль, хотя, может быть, она в исторической ретроспективе уже была в значительных моментах сыграна во взаимоотношениях СССР и Ближнего Востока, Российской Федерации и Ближнего Востока. Это медиативную роль, которую сегодня, на мой взгляд, начинает все активнее играть Институт Востоковения Российской Академии Наук. И один из представителей и руководителей этого замечательного академического учреждения присутствует здесь. Сегодня это часть конференции, она в основном и организована при участии Института Востоковения. Это очень хорошо, поскольку в следующем году Институт Востоковения будет отмечать свое 200-летие, а казанские коллеги в этом году отмечали 200-летие Востоковической школы, именно Казанской. И свой тест я хотел бы подтвердить двумя короткими наблюдениями, которые связаны были с возможностями, медиативными возможностями государства, делегировавшего Институту Востоковения РАН, в лице научного руководителя этого института, профессора Наумкина, когда возникла ситуация в мусульманском сообществе в России, которую я, выступая в этом году в Казани на политологическом форуме, назвал как фехтование фетвами. Я, конечно же, какую-то аллюзию использовал из одного научного труда Вячеслава Наумкина, который писал о фехтовании цивилизаций. Так вот, фехтование фетвами возникло в этой ситуации тогда, когда именно в Грозном прошла известная нашумевшая конференция международная, с приглашением в том числе представителей мусульманского духовенства и мусульманского академического сообщества с Ближнего Востока и за рубежа. Очень многие муфти российские или в статусе их заместителей присутствовали на этой конференции. Я также на этой конференции имел возможность быть, но в то время как сотрудник духовного управления мусульман Российской Федерации, как руководитель Департамента образования, науки и культуры. И окончательный текст этой фетвы отличался качественно, да и количественно, поскольку был сокращен, от первоначального текста, который нам организаторы этой конференции не раздавали публично, не раздавали официально, хотя впоследствии в источниках средств массовой информации было сказано, что, дескать, текст обсуждался, была живая дискуссия по этому поводу. Но, по сути, под этим текстом организаторы просили оставить свои подписи практически во время аперитива или во время закуски в обеденный перерыв в ресторане, где кормили. Сам текст действительно не обсуждался, он с голоса принимался, и сначала он вообще на арабском языке принимался, и, судя по всему, он с Ближнего Востока и зашел в Российскую Федерацию, этот текст. Но те политические риски, которые были заложены в этом тексте, они для специалистов и, в общем, для неспециалистов тоже были очевидны. И вот я пользуюсь тем, что уважаемая коллега Лана, она дала достаточно хороший такой полноценный экскурс в состояние религии и ислам в Иране сегодня. И один из пассажей, который присутствовал в этой грозницкой фетве, он гласил о том, что шииты в силу религиозных разночтений, они не относятся к Ахля-сунна-ваджямат, то есть к общине, живущей по традициям сунны. И на этом основании их надо было из этого сообщества суннитов исключить. В общем, ничего не вызывает совершенно нормальный тезис. Действительно, они шииты, они не сунниты. Но есть в политологии, да и в такой науке, как текстология, такой очень важный момент, когда ты текст должен воспринимать в контексте самого текста. И многие спичрайтеры обращают на это внимание, что каждый абзац в тексте, он должен логично вытекать один из другого и быть связанным. И вот когда тот пассаж, касавшийся шиитов, шел сразу же после абзаца о том, что мы из общины суннитов исключаем террористов, ваххабитов, ну и перечислялись все другие радикально настроенные течения, и это тоже тезис не вызывал ни у кого возражений. Но как только поставить один за другим вытекающий тезис в отношении шиитов, то тогда, конечно же, в контексте этого документа сразу же негативная коннотация рождается. И представители академического сообщества, которые там присутствовали, возмущение не публичное, негласное на этой конференции состояло в том, что хотя бы кулуарно обсуждали, есть значительные возможные политические риски, которые из этого документа могут последовать в случае, если этот текст был бы принят. Я на политологическом форуме в Казани здесь как раз об этом говорил, что одним из возможных рисков как раз могло бы стать ухудшение отношений Российской Федерации с Ираном, с Азербайджаном, то есть с традиционно шиитскими государствами, тем более, что Владимир Путин только-только урегулировал вопрос с шиитским Ираном, который предоставил возможность с аэродромов иранских поднимать свои бомбардировщики и направлять их на игиловские скопления в Сирии. И, конечно, этот текст потом был трансформирован, но он трансформированным оказался уже после того, и благодаря тому, как подключился институт Востоковедния, к которому администрация президента была вынуждена обратиться с просьбой, с тем, чтобы на одной площадке в Иране встретились представители, как со стороны организаторов этой конференции, так и тех духовных управлений, которые не подписались под этой фетвой, или же у них возникли соответствующие соображения. Это блестяще была проведена конференция по урегулированию этого возникшего как бы богословского конфликта, который, в принципе, мог бы обернуться серьезными политическими и экономическими рисками. И это позволяет мне сказать о той важной миссии, которая опять на институт Востоковедния РАН, отмечающего, как я подчеркнул, свое 200-летие, ложится вот в этой непростой ситуации. То есть, казалось бы, богословские тексты, которые принимаются внутри России мусульманским духовенством, они могут иметь очень серьезные негативные эффекты на наших дальних подступах. И очень важно, чтобы академические структуры, к сожалению, которые не имели возможности и не были приглашены для редактирования, для составления этого текста в Грозном, могла бы родиться вполне себе хорошая фетва. Так вот, эти академические сообщества должны максимально сегодня быть привлечены к этой работе, в том числе и к созданию и изданию богословских фетв, богословских текстов, хотя, казалось бы, академические учреждения научные, являясь институтами государства, отделены от религиозных организаций. И вот это наш форум и конференция лишний раз доказывает, что сегодня усилия института Востоковедния, они востребованы в мусульманском сообществе. Более того, это академическое учреждение выполняет очень важную государственную задачу, в том числе не давая разрастись возможным политическим рискам до каких-то и финансовых, и политических потерь на нашем близленно-восточном направлении. Спасибо, извините, что вот, может быть, оказался многословным в своем дифферамбе в отношении института Востоковедния РАН. Спасибо. Спасибо большое. Я предлагаю сделать перерыв, 15-минутный. Коллеги, мы продолжаем нашу работу. Позвольте мне представить Ягья Ватанира Саидовича, Санкт-Петербургский государственный университет, заведующий кэкономерной политики. Уважаемые коллеги, дело заключается в том, что здесь было затронуто очень много интересных вопросов и были интересные предложения и очень интересные, скажем, предпочтения сделаны в отношении тех или иных положений ислама, скажем, в мире. Меня, правда, некоторые вещи очень затронули и затронули тем, что я не согласен с этим. Я не понимаю, что такое умеренный ислам. Если мы говорим об умеренном исламе, значит, мы должны говорить об экстремистском исламе. Если мы говорим об экстремистском исламе, значит, мы признаем, что в Коране и в других мусульманских текстах там полным-полно экстремистских, террористических и прочих положений. Хочу напомнить в этой связи книгу бывшего государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Олд Брайт, которая так и называется «Религия и мировая политика», где она очень четко приводит конкретные примеры из священных книг, где можно те или иные делать выдержки и говорить, что и христианство – это экстремистская террористическая религия, и иудаизм и так далее. Она призывает там к тому, чтобы не вырывать из текста те или иные фразы и их очень применять к конкретному положению и конкретной ситуации. У нас, к сожалению, я могу сказать, к сожалению, очень многие, ну, я их называю «бразописцы», и я не имею в виду ученых, высоких ученых, тех, которые действительно, они сплошь и рядом пишут все подобные слова и, ну, выдавая себя за очень, наверное, умных людей и так далее. Я, кстати говоря, по поводу здесь вот этого нет, господина, который говорил насчет того, что религия и ислам – это не одно и то же, и что ислам – это не религия, как будто и религия – это не ислам, но я ж тут вспоминал работы Мирского, сказанной давным-давно, еще, по-моему, лет 10 тому назад, причем, вот, Павел Вячеславович улыбнулся, если мне не изменяет память, эта фраза звучала где-то в Стамбуле, когда он присутствовал там, он говорил о том, что ислам представляет собой сочетание трех составляющих – это ислам как религия, ислам как религия, как образ жизни, и ислам как политика. Вот в этом плане я понимаю здесь все, и так далее. Но говорить так, как было сказано здесь, мне это абсолютно непонятно, и так далее. Ну, можно приводить очень много других вот высказываний, которые мне здесь говорилось. Я просто хочу сказать, что вот Павел Вячеславович Шлыков сделал вообще-то великолепный доклад относительно ислама, исламского положения в Турции. И вообще-то его, и он знает прекрасно, что Эрдогана обвиняют в том, что вот в исламизации Турции. Я откровенно скажу, что я не понимаю слово «исламизация». Ну, наверное, плохо по-русски понимаю. Наверное. Я объясняю, исламизация – это проведение политики на строительство мечети, на проведение каких-то политических и религиозных праздников. Но никак не то, что это трактуют в Европе. В Европе исламизация понимается просто как негативный момент в развитии исламской религии в Европе и так далее. Кстати говоря, если говорить о Эрдогане, нынешнем президенте Турции, то он проводит политику именно исламизации в каком плане? Он проводит строительство мечетей, развитие исламского образования и тому подобное. Это не исламизация в том понимании, которые трактуют западноевропейские политики и так далее. Можно говорить даже и о некоторых других моментах современной политической деятельности. Я хотел бы сказать, давайте говорить так. Вот я не слушал ни одного выступления, которое здесь целый день, которое сказали бы о трагическом положении, мусульман Рахинджа в Мьянгель. Ведь если мы говорим о том, что Российская Федерация, она всегда заступается всюду и везде за мусульман и тому подобное, это было обнаружено только в последние, скажем, сентябрь-октябрь. И наша пресса, и наше телевидение, и все что угодно, средства массовой информации, вообще замалчивали этот факт, что идет геноцид против мусульман Мьянмы. И оттуда уже там есть разные цифры, 150, 200, 300 тысяч мусульман выселены в Бангладеш. Правда, вчера в какой-то... А, в нашей газете, независимой газете, было написано, что Мьянмы готовы принять обратно высланных мусульман, но вот Бангладеш на этом хочет сделать деньги, значит, требуя, чтобы они не уезжали, а когда им заплатят большие деньги, тогда, значит, с собой уехали. Вот это тоже непонятно. Это тоже относится к мировому пониманию в мире того или иного положения. Я хотел бы сказать, что должно быть определенное примирение между странами, в том числе и в мусульманском мире. Не только относится во всемирном масштабе, но и в мусульманском мире примирение между странами. К сожалению, могу сказать, в этой аудитории... Да, я приводил примеры, когда выступал на ряде дипломатических и прочих мероприятиях, примеры примирения, скажем, между Российской Федерацией и Германией. Между Германией и Францией. И целый ряд других примеров. Мне некоторые дипломаты, не буду называть... Ну, собственно говоря, в одной стране наши говорили, что это невозможно. Потом этот дипломат, причем высокого ранга, где-то брякнул это свое, о том, что не может быть примирения между странами и той страной, где он работает, и Российской Федерации. Брякнул об этом. Ну, естественно, пресса этой страны подняла целую бучу по этому поводу и так далее. Ему пришлось этому дипломату объясняться перед прессой и говоря, что его неправильно перевела переводчица, что переводчица ошиблась и того подобного. Но это известный дипломатический шаг свалить на переводчика или переводчицу и сказать и так далее. Но то, что он, это лице, придерживается такой точкой зрения, я знаю это совершенно точно. Он мне говорил об этом неоднократно. Современная мировая политика. Кстати говоря, вот если бы, я думаю, что, скажем, Российская Федерация, Китайская Народная Республика или даже та Индия, которые сейчас выступают против обвинений, а он сам, который является, ну, как бы, лидером демократов, в Янме, обвиняют в геноциде, в геноциде мусульман, а Индия, Китай и Российская Федерация выступают против этих обвинений, заявляя о том, что за счет самого... Нет, ну, надо, значит, понимать ситуацию, связанную с буддистом, с военными, которые находятся по существованию власти по-прежнему. Тогда я просто, когда мне это все говорили, я просто ответил, я говорю, ну, тогда не надо говорить, что власть находится у демократов, а надо по-прежнему утверждать, что, значит, военные руководят страной и так далее. Значит, современная мировая политика, охватывающая весь спектр событий, фактов, движущие силы, историческое наследие, сложившиеся аспекты жизнедеятельности, взаимодействия и взаимообщения государств, населения и страновых реалий, и реагирующих на них правительственные и неправительственных акторов, все это объединяет человечество в единое информационное, деловое и политическое сообщество. В комплексе мировых политических процессов и событий, обвиняющих земной шар и выходящих ныне даже на земной шар и космос, тем более кто-то из моих, а, вот мы сегодня беседуем только вечером, это мы сказали по поводу космоса, значит, самого космоса, велика роль религии, в том числе и славы, оказывающих влияние практически на все человечество, его настоящее и будущее. Я, тема ислама, мусульманских государств, исламофобии, рожденной в христианском мире, терроризма и экстремизма, неотделимых от христианских светской и религиозной нетерпимости, противодействия доминированию в миропорядке стран с иным неиславским вероучением про разглашение той или иной христианской веры, религии будущего и духовной основной, основной национальных и неотканфессиональных стран. Есть такая точка, не только у нас в стране, что православие является основой существования Российской Федерации, основой формирования тех или иных политических событий и так далее. Ну и если на Западе и так далее. Кстати говоря, сошлюсь здесь на работу Каграманова. Юрий Каграманов есть такой российский публицист, кстати говоря, идиолог, и который написал очень интересную статью, которая называется «Законы Божьи». Она опубликована в «Дружбе народов» за 16-й год, и он говорит, что вообще ислам скоро может стать основой религиозного пространства в Европе, но этого не надо. Надо, чтобы это было православие, это были его слова. Надо, чтобы... И это должно быть так, это его слова так же. Другие говорят относительно протестантства, что протестантство должно стать основой будущего миропорядка, мироустройства и так далее. Ну, кто вы можете спросить, кто у нас в России написал по этому поводу, по поводу православия, это Булатов. Это один из яромонахов, российских яромонахов, который опубликовал подобную статью в нашей печати, где сказал о том, что православие должно стать основой будущего Российской Федерации. Я хотел бы просчитать, говоря об этих вещах, хотел бы просчитать вам то, высказать точку зрения академика Пеатротского Михаила Борисовича, который является, в общем-то, директором Эрмитажа. И как раз он отреагировал на критику ислама и отреагировал на то, что ислам должен уйти с политической сцены мира. Он сказал так, как сказал так, «Ислама опасаться не надо. Бояться надо исламофобии. Точно так же, как русофобия. Надо бояться тех, кто исповедует агрессивный, радикальный ислам, превращая его в знамя своей, в социальной, конфессиональной, моральной, географической и прочей агрессии». Ни христианство, ни мудаизм, ни ислам, ни буддизм в основе своей не агрессивны. всякая религия не про то, что политика, что говорит политика. Она полагает человеку понять себя и сделаться лучше. Политики же любых сортов пытаются использовать человека для осуществления своих больших и мелких целей. Я последний был вообще потрясен, когда появилась статья совсем недавно, неделю тому назад, две статьи. В одной статье было написано о том, что могильщик в Европе уже живет, осталось за каким-то... Это в нашей газете, в российской газете, а не где-нибудь там. И вторая статья, где было сказано, что там увеличивается число мусульман, которые приведут христиан к гибели. Я думаю, что против подобных высказываний мы должны бороться. Спасибо. Следующая тема для обсуждения был Артем Арбаевич Ахмед Каримов, Казанский федеральный университет, доцент кафедры международных отношений мировой политики зарубежного региона региона. Хотел бы поделиться результатами исследования, которые я проводил весной и летом этого года в некоторых городах Приволжского Кубайского региона нашей страны. Вопрос, который изначально интересовал меня, был таким. Что рядовые практикующие мусульмане понимают под термином традиционный ислам, который мы так часто слышим в средствах массовой информации выступлениях официальных лиц. Что он значит, что они, мусульмане, имеют в виду, когда слышат этот термин, и сходится ли официальная риторика с тем, что понимают под этим термином практикующим мусульманам. Если коротко, то ответ в чем-то сходится, а в чем-то нет. Цель моего доклада раскрыть, что, как и почему происходит. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я провел свыше 30 глубинных интервью с практикующими мусульманами в шести городах региона. Это Буинск, Верхний Услон, город Казань, Арск, Бугульман и город Октябрьский Республики Вашкорстан. И, во-вторых, изучил риторию официальных лиц, ссылаясь на официальные заявления, академические доклады и некоторую аналитику, опубликованные материалы. Исследования показывают, в первую очередь, что официальная риторика, в официальной риторике распространение получили четыре значения традиционного ислама. Я коротко обозначу главные тезисы и перейду ко второму аргументу. В первую очередь, по традиционному исламу предлагается понятие российского ислама, который характерен той или иной постсоветской стране, подразумевает уважение к суверенитету страны, ее законам и многонациональному народу. Второе значение, которое придается термину традиционный ислам, это народный ислам, ислам, который мы переняли у старших поколений, у наших дедушек и бабушек. Третье значение, это национальный ислам, как часть этнической культуры, каждой национальности отдельно взяты, как одна из составляющих национальности. И последнее, ислам сунитского толка, опирающийся на религиозную догматику и духовную иритику. Это только некоторые из значений, которые можно найти в опубликованных материалах. Что выявили мои опросы с практикующими мусульманами? Это то, что большинство импонирует идеей народного ислама, унаследованного у предков. Для них это то, что помогает сохранить идентичность, находить общий язык с определенной общиной, в которой они находятся. Это помогает им воспитывать детей, быть хорошим человеком и помогать другим. Для некоторых это долг, который нужно передать следующему поколению. Для некоторых это национальный атрибут, такой же, как у всех других. Исламу не обязательно учиться у предков, но обязательно нужно учиться здесь дома. Многие готовы пренебречь спорными, неоднозначными моментами в религии в пользу национальной культуры, общественного порядка, соблюдения законов и норм в разнородном обществе. например, участие мужчин и женщин в церемониях, смешанное обучение или школьную униформу. Что объединяет эти взгляды, это то, что они совместимы в той или иной степени с понятием гражданственности и патриотизма. По крайней мере, они этому не противовечат. Хотя эти взгляды не всегда либеральны. Вторая группа, в отличие от первой, там картина немного другая. Некоторые отмечают, что традиция заключается в священных посланиях или текстах. Они не признают местных религиозных авторитетов, местный язык для них не имеет значения. Мы называем таких часто салафитами или радикалами. Они же называют себя просто мусульманами. Некоторые утверждают, что они в силах и в праве сами устанавливают правила. Дело не в том, что они пропагандируют радикализм. Для нас важно то, что они критикуют местный уклад. Все то, что я сейчас рассказал, далеко не новшество, об этом мы говорим уже не первый год. Что же сделал я? Параллельно сбору информации о религиозных взглядах, я просил респондентов об их задал несколько вопросов об их интеграции в обществе. интеграции к социальной среде. Опираясь на работы авторитетных исследований в области интеграции Агера и Странга, я выявил следующее. Они определяют четыре критерия, по которым можно говорить о степени интеграции людей в общество. Первое это трудоустройство, обеспеченность жильем, образование и здравоохранение. Второе это гражданство, наличие гражданства определенной стороны, в которой они находятся. Третье это социальные контакты с местными. И четвертое знание языка и культуры. Так вот первая группа, которая более интегрирована в обществе, в общество, придерживается взглядов, которые мы зачитали в начале нашего доклада. То есть можно сделать такой вывод, что первая группа более интегрирована, нежели вторая группа. Из этого следует такой аргумент, что успешная интеграция является залогом формирования патриотизма среди мусульманской общины. Часто мы говорим, что среди радикально настроенных групп мы чаще всего видим мигрантов либо людей с отсутствием гражданства, что эта проблема импортирована. Мои опросы показывают, что такие же радикально настроенные люди есть и среди наших граждан, которые плохо интегрированы по другим критериям. То есть те, которые мы отмечали, помимо гражданства, это социальные контакты с местами, трудоустройство, обеспеченность, знания языка и культуры. Все в совокупности позволяет сделать такой аргумент, что интеграция как раз является может быть и залогом формирования определенных взглядов, что позволяет нам говорить об этом в таком виде. Это вкратце аргумент, который я хотел изложить, не хотелось задерживать в столь поздний час. Если будут какие-то вопросы, по каждому из моментов я готов высказаться более детально. Спасибо. Мы переходим к следующему выступлению. Я представляю доктора политических наук, профессора международных отношений мира и политики зарубежного регионоведения, международных отношений и элимиры и народных сфотеков. Важаемый Алексеевич, уважаемые коллеги, я вот понимаю так, что мое заключительное выступление, поэтому оно посвящено не каким-то теоретическим аспектам проблемы и славы в мультикультурном мире, а я бы хотела немного расставить акценты, рассказать вам о том, какой вклад вносит Республика Татарстан как один из ведущих субъектов Российской Федерации в развитии именно межкультурного межцивилизационного диалога, потому что проблема ислама в мультикультурном мире это часть общей проблемы формирования нового многополярного мира, нового миропорядка, и именно вот в этот период актуализируется проблема межцивилизационной конкуренции. длительный исторический путь развития человеческого общества сопровождался становлением, развитием, порой, гибелью отдельных цивилизаций, но вот сегодняшняя эпоха, сегодняшний период на рубеже двухтысячелетий мы видим, что возрастает интерес к проблеме взаимодействия цивилизаций, и это вызвано теми глобальными динамичными процессами мирового развития, которые нам выявляют опасность разломов по линиям именно межконфессиональных и межцивилизационных противоречий. И не случайно вот в обновленной концепции, которая была принята в прошлом году внешней политике России, отмечено, что глобальная конкуренция впервые в новейшей истории приобретает цивилизационные измерения и выражается в соперничестве разных ценностных ориентиров и моделей развития. И в Российской Федерации на уровне государственного регулированного государственного внутреннего государственного политика этому уделяется очень много внимания, потому что это вопрос национальной безопасности. В России 85 субъектов, Россия это смешанная федерация. И в России приняты стратеги национальной безопасности в одной из главных ключевых положений, которая является задачей укрепления этнического и конфессионального согласия. В России принята отдельная специальная федеральная целевая программа укрепления единства российской нации на культурное развитие народов России до 2020 года. И каждый регион, в том числе Республика Торстан, приняли свою такую региональную целевую программу. культур говорить о вкладе, который вносит субъект Российской Федерации в развитие межэтнического и межконфессионального взаимодействия культур, то эти традиции уходят корнями в очень глубокое прошлое. И согласно историческим фактам, многие россияне, живущие на нынешней территории, принадлежали различным племенам, народностям, и отдельные из этих этносов создавали впоследствии свою государственность. К таким этносам можно отнести предков татар-булгар, имеющих свою государственность на рубеже X-XI века, имевших это Волжскую Булгарию. И многонациональный состав республики определяет заинтересованность в развитии различных институтов культурно-цивилизационного диалога с зарубежными партнерами республики, которая одной из первых субъектов включилась в процесс международного сотрудничества. Это уникальный регион республика Татарстан. Это место соприкосновения, переплетения и взаимообогащения мусульманской и православной культуры. И историческая и духовная культурная близость республики Татарстан со многими мусульманскими странами Востока создает очень хорошие перспективы для межцивилизационного диалога в международном сотрудничестве Российской Федерации. И мы понимаем, что Россия как мост между западной и восточной цивилизациями занимает особое место, и поэтому для России во внешней политике одним из очень важных сегментов российской дипломатии направления является укрепление межцивилизационного согласия и развитие отношений с исламским миром. Как в рамках двусторонних отношений с мусульманскими государствами, так и в развитии сотрудничества с организацией «Сламское сотрудничество», которая сегодня объединяет 57 стран. И республика Татарстан, которая исторически тяготеет многоплановому сотрудничеству со странами Ближнего Востока, активно включилась в развитие восточного века российской внешней политики. И здесь порой, видимо, будет справедливо отметить еще первые визиты бывшего нашего первого президента республики Ментимиша Шаймеева, которые состоялись в 2000-х годах в странах Ближнего Востока, это Сирия, Королевство Саудовска, Аравия, Кувейт, который был принят на самом высоком уровне. И в целом вклад республики в построение отношений с ведущей организацией, которые объединяют мусульманские страны, я имею в виду организацию исламской сотрудничества. Дело в том, что сегодня исламский мир активно позиционирует себя, и его выход на аванс цены мировой политики приобретает очень зримые формы. И если какие-то получить цифровые подтверждения, хочется просто кратко на это обратить внимание, что на рубеже 19-го и 20-го века в число последователей пророка Мухаммеда насчитывало 100 миллионов человек, то сейчас общая численность мусульман в земном шаре составляет примерно полтора миллиарда. И даже по весело сдержанным прогнозам фонда Корнеги к 2023 году ислам станет первой религией мира по числу приверженцев. И поэтому игнорировать этот факт, конечно, понятно, что мы не можем. И в начале в то же время одним из новых вызов и угроз о том, о чем здесь очень много говорилось, проблема радикального ислама, значит, проблема исламофобии и так далее. Это все вопросы, которые требуют, конечно, очень весомой оценки. И указанный процесс в современном мире, они осложняются такими вызовами, угрозами, как международный терроризм, рост миграционных протоков, нелегальной миграции, транснациональная преступность. Но, как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, Россия всегда была самым верным и надежным последователем защитников интересов исламского мира. И по поручению президента Российской Федерации Путина, значит, вот в 2015 году, вы все знаете, конечно, возобновилась деятельность группы стратегического видения России «Исламский мир» под председательством уже нашего действующего президента иностранного Минихана. И вот возобновление этой деятельности на современном этапе, оно, безусловно, способствует взаимодействию Российской Федерации и с элитами мусульманских стран и является очень эффективным инструментом мягкой силы. Это как раз вот тот самый пример, яркий пример использования потенциала российских регионов для участия в реализации внешнеполитического курса государства. И, конечно, здесь можно было бы много приводить примеров, но коль скоро мы, потому что Татарстан ведет деятельность в рамках вот этих общих направлений культуры, межкультурного диалога, межцивилизационного по всем направлениям, но коль скоро мы в стенах Казанского федерального университета, то я бы хотела о своем институте обратить внимание, немножко, сказать, рассказать. У нас, например, в 2016 году в Казанском федеральном университете на направлении международного отношения открыта магистрская программа диалога партнерства цивилизаций, интерес которой проявляют и иностранные граждане, иностранные молодые студенты. И это тоже я сама веду, вот Валерий Алексеевич ведет, мы ведем занятия на этих магистрских курсах, программах, и это действительно является реальной площадкой для вот этого диалога. При рассмотрении отдельных проблем, международных отношений, мы можем дать возможность выслушать разные позиции, мы можем обеспечить какую-то компромиссную выработку решений в виде различных ролевых игр, используя различные методики проведения занятий. И, конечно, вот такого рода, затем развитие международных образовательных программ, обмен студентами, это тоже очень эффективный новаторский элемент, потому что молодежь, которая сегодня приезжает к нам учиться, иностранная молодежь, и наши студенты, которые выезжают, это будущие политики, это будущие чиновники, это будущее человечества, которое будет работать и общаться уже на другом уровне, понимая друг друга и изучая языки, на которых, потому что, естественно, вопрос политической коммуникации – это вопрос межкультурного диалога основной. И поэтому традиции толерантного отношения к различным культурам и религиям естественным образом сформировались вообще на территории проживания наших предков татар в центре российского государства, и они способствуют пониманию региональной идентичности республики. И надо сказать, что здесь есть много различных инструментов, которые нам позволяют сегодня в рамках позиции нашего региона. Это прежде всего правовые основы, потому что Татарстан имеет соглашения, порядка 25 соглашений с зарубежными регионами, диагональных соглашений. Татарстан имеет свое представительство за рубежом, которые работают как в составе российских торг-предс, так и на территории отдельных, как отдельное представительство на территории субъектов иностранных государств. И вот использование таких инструментов мягкой силы сегодня как раз и позволило создать тот моральный, уникальный моральный климат на территории республики, где живут рядом представители различных наций, различных религий. И принимая во внимание демографические показатели, на которые обратила внимание активность, пассионарность населения, я думаю, что несмотря на многочисленные проблемы и коллизия, и нападки со стороны внешних факторов, которые в общем-то достаточно деконструктивно влияют на определенные процессы. Но хочется сказать, что в настоящее время Казань последовательно эффективно реализует курс нашей страны на укрепление и расширение сотрудничества с исламскими странами и становится восточной столицей России. Спасибо. Уважаемые коллеги, работа нашей секции завершается. Я благодарю всех тех, кто выступил с основными докладами, с вопросами, с замечаниями, рекомендациями и с полноценными выступлениями по результатам основных докладов. На этом работа нашей секции сегодня завершается. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok